Привет, друзья! С этого видео начинается новый плейлист RIF, где я буду говорить о религии, философии, искусстве и, возможно, немного науки. Это не значит, что я собираюсь забрасывать видео о кино или переводы. Более того, в ближайшее время, надеюсь, добавится еще и интервью. И в этих четырех направлениях я и планирую работать. Комментарии к кино, переводы, религия, философия, искусство и интервью. Итак, я хотел, чтобы первое видео было на другую тему. Я собрал информацию и почти дописал сценарий, но несколько дней назад наткнулся на одну любопытную новость, которая почему-то совершенно не представлена в русскоязычном пространстве. Я решил, что будет важно ей поделиться. Как вы поняли из названия, эта новость касается Кента Ховенда, доктора Ховенда или доктора Дина. И если вы смотрите это видео, то, скорее всего, вы знаете, кто это такой. Кент Ховенд очень известный проповедник научного креационизма. Это идея о том, что Библия обладает не только моральным и богословским авторитетом, но и выражает точную научную истину. Из этого креационисты делают вывод, что Земля была создана за шесть дней по 24 часа 6 тысяч лет назад. Кент Ховенд также утверждает, что люди жили или даже живут в одно время с динозаврами. Об этом у него есть отдельные лекции и этому посвящен его тематический парк развлечений. Перед тем, как я расскажу и покажу все то, что непосредственно касается заявленной темы, позвольте сделать небольшое отступление. Если у вас мало времени, вы можете перемотать на нужный вам момент, внизу есть тайм-коды. Итак, я настаиваю на том, что идеи и материалы Кента Ховенда в первую очередь рассчитаны на своих, на крестьян, которые уже в каком-то смысле с ним согласны. Почему я так думаю? Ну, представьте на минутку, что вы сторонник теории эволюции. Вы уважительно относитесь к ученым в целом и Дарвину в частности, и вот вам присылают видео, которое должно вас переубедить. И у этого видео вот такое вот интро. Ну, может это просто какая-то случайная глупая шутка? Нет, это целая серия. Вы можете проверить, у Ховенда регулярно выходят ролики под заголовком «стукнуть атеиста». Он также часто повторяет, что пнуть атеиста – это весело, быстро, этому легко научиться, а также это затягивает. Причем под атеистами подразумеваются не люди, которые не верят в Бога, а люди, которые хоть как-то согласны с теорией эволюции. Вот так Кент Ховенд ведет полемику со своими противниками. Согласитесь, это не лучшее начало для разговора. И даже в ранних видео, где все не показано настолько вульгарно, Ховенд все время насмехается над своими оппонентами. Насмехается он потому, что его оппоненты якобы делают совершенно абсурдные заявления. И вот здесь мы переходим к еще одной важной детали. Так как это материалы в основном рассчитанные на своих, откуда люди узнают, что оппоненты Ховенда делают абсурдные заявления? Они узнают это от самого Ховенда. Как правило, Кент Ховен пользуется огромным кредитом доверия у своей аудитории. И он все время говорит от лица кого-то еще. Он говорит от лица науки. Сначала он рассказывает, что такое большой взрыв, абиогенез, а потом показывает, почему это глупости. Сначала он рассказывает, как замеряют расстояние до звезд, а потом говорит, почему это невозможно. Он говорит от лица государства. В 2007 году Кент Ховенда посадили в тюрьму на 10 лет за налоговые нарушения и незаконные операции с наличностью. И, конечно же, Кент Ховен рассказывал и рассказывает сначала о всех законах и том, как устроено правосудие в США, а потом объясняет, почему его осудили несправедливо. Кент Ховен говорит от лица своей жены. К этому мы вернемся немножко позже. Следующий важный момент. Когда люди находятся в таком информационном вакууме и получают всю информацию из одних рук, появляется очень большая опасность нарваться на то, что называется соломенное чучело. Так обозначают прием в споре, подмена тезиса. Утверждения одной стороны якобы пересказываются другой, но при этом на самом деле подменяются чем-то похожим, но гораздо более слабым, упрощенным, абсурдным, а затем, конечно же, с легкостью опровергаются. Вы видели когда-то, как атеисты легко и весело расправляются с идеей о бородатом старике на облаке. Есть разные варианты. Вот, например, Джордж Карлин пересказывает то, во что якобы заставило всех поверить религия. И это, мягко говоря, такой себе пересказ. Есть невидимый мужик, который живет на небе, не наблюдает за тем, что вы делаете каждый день, каждую минуту, и невидимого мужика есть список из десяти вещей, которые он не хотел бы, чтобы вы когда-либо делали. Это пример того, что такое соломенное чучело. Большинство христиан не представляют себе Бога таким. Кто-то может сказать, зачем такое длинное вступление. Оно нам нужно для того, чтобы вы поняли, для чего я вообще обратился к этой теме. Я ни в коем случае не стараюсь дискредитировать христианство. Честно говоря, я даже не выступаю против модоземельческого креационизма здесь. Я просто хочу, чтобы фанаты Ховенда, у которых он пользуется колоссальным доверием, задали себе вопрос, насколько я знаю этого человека? Что я вообще о нем знаю? Насколько я могу ему доверять? Доверять его прочтению Библии, доверять его интерпретации государственных законов, доверять ему в том, как он передает чужие слова. Кто-то может сказать, то, о чем ты собираешься рассказывать здесь, это его личное дело, зачем есть в его личную жизнь. И вот когда вам в голову придет эта мысль, пожалуйста, обратите внимание на то, какими источниками я пользуюсь. Подавляющее большинство того, что я вам покажу сегодня, взято с официального канала самого Ховенда, на который, между прочим, подписано больше, чем 185 тысяч человек. Я абсолютно сознательно отказался от того, чтобы опираться на скриншоты частных переписок, личные фотографии и свидетельства людей, у которых был печальный опыт совместной работы с Ховендом. Мы попробуем сделать выводы, исходя из того, что доступно и очевидно. Итак, как я уже говорил, все началось с новости. Эта новость была о том, что в июле этого года Ховенд был арестован за домашнее насилие по отношению к своей жене. Об этом писали разные источники. Сейчас он уже на свободе, СМИ пишут, что его выпустили под залог в тысячу долларов, сам он это отрицает. Новость об очередном аресте Кента, это, конечно, интересно, но мы же не можем проверить, действительно ли он был жесток по отношению к своей жене. Он, конечно, скажет, что его посадили по ложному обвинению или вообще это заговор правительства. Даже на аудиозаписи, которую предоставила жена Ховенда, не совсем ясно, что происходит. Хотя происходит точно что-то не очень хорошее. Итак, меня заинтересовало не столько упоминание о домашнем насилии, сколько вот это словосочетание. Это значит «бывшая жена». Еще меня удивило ее имя. Ее зовут Сидни Линкольн. Удивило оно меня потому, что я хорошо помню старые лекции Ховенда и хорошо помню вот эту шутку. Давайте начнем. Это не моя жена. Это только ее фотография. Также, в отличие от того, что там в действительности случилось между Сидни и Кентом, пусть в этом разбирается суд, мы можем проверить, действительно ли она была его бывшей женой. И если Джо была его женой, то, получается, она была второй бывшей женой. Согласитесь, это достаточно просто проверить. И это любопытно было бы узнать, потому что Ховен всегда выступал против разводов. Да, Господь. Нет, я не звонил тебе, но... Хорошо. Господь передает, что того, что он сочетал, то человек, да, не разлучает. Итак, давайте обо всем по порядку. Кент Ховенд был женат на Джо Ховенд с 1973 по 2016. Это первая миссис Ховенд в нашем списке. Это та женщина, которая нам известна по русским переводам старых лекций. Как я уже сказал, это не моя жена. Это только фотография. Мы живем в Пенсаколе уже 11 лет, и у нас трое детей. Это именно та женщина, от которой у Ховенда несколько детей. Та женщина, которую он отправлял, чтобы она снимала деньги в банке для работы парка с динозаврами. И это та женщина, которая на 9 месяцев также попала в тюрьму из-за всей этой истории. Она решила развестись с Ховендом, когда тот вышел из тюрьмы. Кто-то говорит, что ей посоветовал это сделать адвокат, также говорят о том, что она до сих пор повторно не вышла замуж. Как бы там ни было, нас интересует не это, а то, что мы можем узнать с официального канала Ховенда. Официальная версия Кента в том, что эта женщина решила больше не жить с Ховендом, хотя он сделал все со своей стороны, чтобы сохранить их брак. Кент Ховенд жертва. От него ушла жена. Он попытался ее остановить, но у него ничего не получилось. Но давайте посмотрим, что еще мы можем найти на официальном канале Ховенда. Вот он с какой-то женщиной оправдывается за то, что они держались за руки в машине на каких-то фото. Они говорят, что они в это время молились. Я бы не показывал эти фото, если бы сам Кент не упомянул их. Но перед тем, как мы на них посмотрим, давайте разберемся, в чем проблема. Еще до того, как Ховенд окончательно развелся со своей женой, он начал снимать видео с другой женщиной. Официальный развод между Кентом и Джо завершился лишь в конце июля 2016 года. А вот вы видите дату видео, где Ховенд с той самой женщиной, с которой они там оправдываются. И вот теперь фотографии. Это фотографии спустя несколько дней после развода. Ховенд не отрицает это. Вот посмотрите, так выглядит молитва. Я предлагаю верить Ховенду, он здесь молится. Но что это за женщина? Это та самая Сидни Линкольн, которая подала на него в суд и о которой мы читали в новостях? Нет, это Мэри Токко. И это вторая жена Кента Ховенда. Мэри Токко Ховенда. Не верите? Ну вот посмотрите, это их свадьба. И вот это вторая миссис Ховенд. Они поженились в сентябре 2016 года. И да, не прошло и одного года после развода Кента и Джо. Сейчас вы должны сказать, стоп, а кто же тогда подал на Ховенда в суд? Кто такая Сидни Линкольн? Ну, это тоже миссис Ховенд. Кент расстался с Мэри Токко в 2018 году. Она писала, что не может смириться с обманом, нарушением государственных и этических законов в том, как Кент ведет дела. Но нам это не интересно. Итак, вот теперь у нас есть третья миссис Ховенд. И уже она подает на Ховенда в суд за домашнее насилие. То есть и она уже также его бывшая. Три бывшие жены. Да, все это личные вещи, но мы говорим о человеке, который пользуется огромным авторитетом и большим доверием. Насколько вы действительно знаете Ховенда? Почему вы уверены, что он всегда ведет чистую игру? Он говорит, что его жена является главным инициатором развода, а он до последнего старался сохранить их брак. Но что-то на это не очень похоже. Он также говорит, что правительство отправило его в тюрьму за его убеждение. Он говорил, что он платил все налоги. Кто-то может сказать, ты что, не веришь Кенту Ховенду, когда он говорит, что он платил налоги? Нет, я верю каждому слову Кента Ховенда. Просто я не знаю, что делать с этим видео, где Кент Ховенд говорит, что он на протяжении 28 лет не платил никакие подоходные налоги. Я верю Ховенду. Уверен, так и было. Также Ховенд говорит, что когда его посадили, у него изъяли весь тираж пятой записи его видео под названием «Опасность теории эволюции». По словам Ховенда, это сделали потому, что там он показал, что эволюция – это не только глупая теория, но еще и опасная. Но Ховенд почему-то забыл упомянуть, что его судили за неуплату налогов, в то время как в пятом видео он называет идею высокого подоходного налога марксистской и говорит о том, что на самом деле многие люди не должны платить налоги, а также дает ссылки на сторонние источники, которые, судя по всему, рассказывают о том, как эти налоги обойти. И если вы смотрели старые лекции Ховенда, вы должны были это заметить. Коммунистический манифест. Я уже сказал, что эта сессия будет политической, поэтому некоторые уже выходят. Второй пункт Макса. Высокие увеличивающиеся подоходные налоги. Вы можете прочитать это на моем веб-сайте. Многие люди не знают, что они не должны платить налоги. Как должны были заметить и, например, то, как Ховенд относится к оружию. Вторая поправка. Право хранить и носить оружие. И этот законопроект о отнятии автоматов? Это ужасно. Это против Конституции. Его нужно отменить. Вы скажете, доктор Ховенд, вам не нужен автомат для охоты за утками? А, вы убьете много уток. Но поймите, цель второй поправки не для охоты. Цель второй поправки, чтобы вы могли защитить себя от своего же государства. На всякий случай, я верю в контроль оружия. Контроль оружия – это умение держать его. То есть, это нормально иметь дома оружие. И оно нам нужно не для того, чтобы стрелять по уткам. Оно нам нужно для того, чтобы оказывать сопротивление мировому правительству. У вас не получится сказать, что он изменился после тюрьмы, и теперь он выступает за оружие, потому что это старые лекции. У него это было и раньше. В этом же видео, между прочим, он говорит о смертной казни, и он настаивает на том, что смертная казнь должна быть публичной, чтобы, когда вы возьмете своего маленького сына и пойдете в центр города, он мог там увидеть... И вот когда он это увидит, он спросит папа, а что сделали эти люди? И вы ему скажете, что они там сделали, и он не захочет повторять такое же преступление. Я не знаю, как вы относитесь к разводам, к налогам, я не знаю, как вы относитесь к оружию или смертной казни, но согласитесь, это не самый стандартный набор для христианского проповедника с такой популярностью в русскоязычных кругах. И вот вопрос, который вы должны себе задать. Насколько точно Кент Ховен передает чужие слова перед тем, как посмеяться над своими оппонентами? Ответьте себе на него самостоятельно. Так как я преподаватель, я не могу оставить вас без домашнего задания. Вот небольшое видео Кента Ховенда, где он говорит, что католики придумали ислам. Вот отличная маленькая книга в виде комиксов. Она называется «Пророк». Вы можете купить ее у нас примерно за 2 доллара. Джек Чик выпустил ее. Он объясняет историю возникновения мусульманской религии. Очень мало людей осознают, что именно католики начали ислам. Они основали полностью эту религию специально с целью вернуть святую землю католикам. Они сформировали ислам и спонсировали Мухаммеда. Они его обучали и специально из монастыря туда послали монашку. Они сказали, что мы хотим, чтобы ты вышла из этого монастыря и чтобы ты там нашла подающего надежды мусульманина и вышла за него замуж. Чтобы в конечном счете он создал армию рабов. И они бы отвоевали святую землю для матери церкви. Очень интересно почитать. Сами найдите годы жизни пророка Мухаммеда, а затем загуглите дату великого раскола церкви, когда она разделилась на католическую и православную. Дальше вас ждет достаточно простая и увлекательная математика. Спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Если это видео было для вас полезным, тогда ставьте лайки. А если еще остаются какие-то высказывания Ховенда, которые вы хотели бы отдельно обсудить, пишите об этом в комментариях. Может быть я еще сделаю одно-два видео, посвященные этому человеку и его лекциям. Спасибо за внимание. Еще услышимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!